Ну вот, друзья, посмотрите, продано. Сегодня у нас 8 декабря, всего за неделю. Квартира моей соседки продана. Сейчас вам дальше расскажу, друзья, про то, как что выглядит, кто что убирает, кто за чем следит, и чем хорош или нехорош наш дом. Вернее, как. Я сначала вам расскажу про квартиру, про то, что я поговорила все-таки с Джун, что я выяснила. Все по порядку расскажу. Ну и на ваши вопросы я отвечу, потому что многие задают вопросы. Все-таки я хочу немножко уделить внимание наиболее часто встречающимся, как обычно. Я сейчас вот вышла на набережную. Это совсем недалеко набережная от моего дома. То есть от дома, который продается, о котором мы говорим. А как вы знаете, все-таки очень большую роль играет расположение недвижимости. Здесь вот буквально от пляжа 7 минут легким шагом свободным можно дойти до центра 10 минут можно дойти. Дальше рядом с моим домом вы видели красивая очень церковь действующая, Сан-Джон, Святого Джона. Рядом школа очень большая, много магазинов рядом, инфраструктуры. Потом огромный парк, Аппли парк, в котором мы тоже гуляли. Ну и, конечно же, набережная вот такая красавица. То есть это все играет роль, понимаете, в шаговой доступности все. Дальше. Почему так быстро продалась квартира? Вы знаете, я специально проштудировала вот сейчас этот рынок недвижимости. Что покупается, что продается. И там все эти компании риелторские, которые занимаются продажами недвижимости, они все в один голос говорят, что сейчас это очень сильно перегружен покупателями рынок. Продавцов практически нет. Только покупатели. Поэтому квартиры, как я уже говорила много раз, как горячие пирожки расходятся. Вот Райт Мув, если кто желает, можете зайти и посмотреть. И какие сейчас страшные квартиры, разбитые, маленькие, неуютные. Продаются даже по 130 тысяч и тоже в лед уходят. Поэтому за 125 вот квартира Джун, я считаю, что может быть даже она продешевила. До 130 вполне можно было. Ну вот, это ее, конечно, дело. Поэтому через неделю она ее и продала. Вот я с Джун встретилась, и мы с ней поговорили об этом. Она мне как объяснила, что уже ей одной трудновато. Вот я уже сказала, что ей 75 лет. Мне тут кто-то, конечно, написал, что в 75 лет много творческих планов у людей. Я это всячески приветствую. Я сама за это двумя руками. Но люди тоже разные бывают, понимаете. Я вот, например, знаю, что мне Джун еще года два назад жаловалась на память, что она уже забывает. Вот она сделала себе там, называется умный дом, такое специальное устройство возле двери у нее. Там с кодом просто можно открыть без ключа. Ну и это довольно дорого стоит, вся эта установка вот такая вот этого умного дома. Она сказала, что она именно для этого установила то, что она постоянно забывает ключи, и у нее проблема. Ну и, понимаете, может быть, тоже она не до конца договаривает. Я удивилась, спросила ее, почему так быстро продано, и я даже не слышала, чтобы кто-то приходил. Потому что у меня слышно все здесь, если кто-то там разговаривает громко, тапочет, поднимается по лестнице. Кто приходил к Джун в гости, я всегда слышала. А тут ни одного визитера, ни одного просмотра, и квартира через неделю ушла. Ну вот она сказала, что, вы знаете, мне тоже так показалось, что вот это вот агентство, Хос Родес Диксон называется, оно даже не выставило на своем сайте официальном объявление о продаже квартиры Джун. Потому что, скорее всего, что у них вот хорошая квартира, они придерживают, у них уже есть. Договоренность с какими-то клиентами специальными. Но, вы знаете, я даже не буду здесь и вас морочить, и сама в такие дебри залезать. Квартира продана и продана, нас совершенно не касается, как оно там это все случилось. Просто, возможно, Джун поторопилась, можно было бы побольше. Но я для себя делаю, понимаете, соответствующие выводы. За сколько, к примеру, я буду выставлять на продажу свою квартиру, какую цену просить. Это я уже, наверное, сложила для себя. Но, вы знаете, еще я не договорила про Джун. Я у нее спросила, она что, уже себя присмотрела к какую-то другую квартиру, что-то как-то быстро очень. Но она говорит, что у меня вот сестра, ну я тоже это знаю, она много рассказывала. Она к этой сестре два раза в неделю ездила. Бывало, что и с ночевкой оставалась. Сестра у нее младше, тоже одинокая. Я не знаю, сколько лет сестре, насколько она младше Джун. Ну, наверное, может быть, где-то около 70 тоже лет. И они решили съехаться на старости лет, жить вдвоем. Вот так сказала Джун. Поэтому она говорит, что я пока перееду к сестре, и мы вместе потихоньку будем смотреть какое-то жилье. Если нам не понравится жить вместе в ее квартире. У нее квартира двух, две спальни. Довольно неплохая. Тоже здесь в Райде неподалеку. Ну и, конечно же, главная причина, почему Джун решила уезжать, переезжать. Она сказала, что это непомерно высокая цена сервис-чардж, как я уже вам и говорила. У меня тут кто-то из моих подписчиков, из моих зрителей написал, что Ой, подумаешь, о чем вы говорите. 250 фунтов в месяц это 2400 рублей. Но, вы знаете, человек ошибся ровно в 10 раз. Потому что 250 фунтов это 24000 рублей. То есть это больше, чем пенсия месячная. И это не только для русских, как говорится, такая неподъемная цена. Но это даже для англичан очень высокая стоимость сервис-чардж. Потому что, как я вот тоже уже тут объясняла многим в комментариях, Что обычно сервис-чардж, он где-то от 300 до 700 максимум фунтов в год. В год, понимаете. У некоторых даже бывает 200 фунтов в год платят сервис-чардж. И вполне нормальные дома. А здесь вот оборзевшая, я говорю, эта компания. Ну вот опять многие у меня спрашивают, как может так получаться, Что вот эта компания продала квартиры, но остается собственником дома. Ну вот да, это так. Такие странные английские законы. Дом находится в собственности leasehold, не freehold. Freehold это свободное владение, leasehold это владение вот через собственника дома. Даже это не сравнить, вот знаете, с ТСЖ, с нашими. Это не сравнить с ЖКХ. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Вот это такая вот специфическая собственность leasehold. Только, по-моему, в Англии встречается. И, конечно же, все умные люди, англичане, Они стараются от этого leasehold, конечно же, уйти. И с ним не связываться. Потому что знают, что Марокко, Что там даже, вы знаете, за продление этого срока, Длительного срока аренды, он бывает по 125 лет. Вот у меня, например, на 125 лет взята в аренду моя квартира. Я за продление аренды заплатила, по-моему, что-то порядка 5000 фунтов. Это тоже очень много. Вот мне дали бумажку, что продляется срок моей аренды на 125 лет до 2141 года. Конечно, никто так долго жить не собирается, Но все равно этих заморочек люди не любят. Поэтому англичане предпочитают собственность покупать в свободное владение. Free hold называется. И ты сам несешь ответственность и за ремонт, и за все. И ты никому не платишь ничего, ни за какое содержание. Только платишь земельный налог. Но это, само собой, это везде. Так вот, вы знаете, например, квартиры, Вот в таких домах многоквартирных, Или не очень многоквартирных, 4-5 квартир в доме может быть. Но все равно уже free hold, свободное владение, Там не бывает практически. Там уже сразу собственник дома, lease hold. И если вы хотите free hold, Вам нужно как минимум 150 тысяч на руках иметь. Ну, то есть, от 150-170 тысяч это минимум и выше. Вот такая вот сумма. Это если стоит отдельный дом, free hold, Вы можете приобрести его. Вам нужно денежку побольше. Ну, и вот дальше, как здесь оформляются сделки. Если говорить о джун. Сейчас вот они должны и покупатель, и она, продавец, Взять себе solicitors, вот этот вот адвокат, так называется здесь. И только через solicitors они оформляют вот эту сделку купли-продажи, За которую тоже от тысячи до полутора тысяч фунтов вынь да полож адвокату. Помимо этого, продавец должен заплатить также процент от стоимости квартиры агентству, Которая занималась продажей его квартиры. Вот тут еще тоже масса всяких подводных камней. Мне тут многие спрашивают, вот вы, почему там не себе не оформили парковку, Почему то, почему все. Ну, вы знаете, вот это все влезать и вам рассказывать, почему. Да потому что, может быть, кто-то в курсе, что меня торопила дочь моего умершего мужа, Джудит, которая требовала срочно выезжать из Бангала. И она не согласна была даже два месяца ждать оформления документов. Поэтому, когда тебя толкают в спину, понимаете, То здесь уже я ничего не успела толком ни проверить, ни посмотреть. И даже когда я уже поняла, что что-то там не то с этими парковками, То я не стала больше ни во что вникать. Я просто переехала и все. Меня толкала в спину дочь моего мужа. Может быть, кто-то знает, так квартиры, конечно, не покупаются. Нужно делать все тихо, спокойно, не торопясь. Ну, вот поэтому я, так говорится, и пострадала. Ну, и потом, вы знаете, вот как бы мне не хотелось даже думать об этом, И не хотелось об этом говорить, но то, что есть, то есть. Здесь все-таки отношение к приезжим не очень хорошее. Даже вам, я говорю, будут улыбаться, никогда ничего в глаза не скажут. Но все равно они знают, что вы приезжий и совершенно другое отношение, Нежели к самим англичанам. Вот я на себе это при покупке квартиры, при оформлении документов, Я на себе это почувствовала просто 100%. Ну, и потом то же самое мне подтвердила моя знакомая, У которой тоже была там тяжба и проблема с адвокатами. Когда она переоформляла документы на дом, Ее там несколько раз пытались обмануть. И только через каких-то знакомых адвокатов из Лондона Она смогла все-таки своих прав добиться. Отношение не хорошее к приезжим. Ну, возможно, как в любой стране, я отношусь к этому, понимаете. Как говорится, с пониманием неприятно. Но что поделать, приехал, как говорится, в чужую страну, Вот и глотай то, что есть. Ну, в общем, понимаете, я вам хотела вкратце рассказать все это, А затянула она очень долго. Да, и я забыла вам сказать также, Что квартира-то Мишель продана уже давно. И только сейчас вот переехал туда молодой мужчина. Эту квартиру купил, оказывается, молодой, одинокий мужчина. Как первое свое жилье. Он сказал, что он сейчас серьезные отношения имеет с девушкой. Как она его, герлфренд, как тут это любят называть. И вот он решил для себя впервые приобрести квартиру. И доволен очень. Ну, и сейчас вот он там все это обустраивает. Приходил ко мне сразу знакомиться. То есть это уже хороший такой знак, Что человек пришел знакомиться. Это хорошо. Хотя вы знаете, у него отдельный вход. И контачить, скорее всего, мы с ним и не будем. Я его, по крайней мере, вот уже целый месяц, Как он въехал туда, я его видела всего дважды, наверное. Вот такие, друзья, новости. Так что теперь получается, Что если Джун продаст свою квартиру, Люди новые въедут. Я здесь буду уже старожилом. С 2016 года я здесь живу. И у меня тоже, конечно, планы Такие, чтобы отсюда переехать. Мало того, что я хотела на материк переехать. Ну, а сейчас еще из-за этого Огромного сервис-чарча Оплаты этой непомерной. Скорее всего, что я тоже Постепенно буду двигаться Куда-то, может быть, на материк. Вот так или иначе, меня судьба заставляет. И несмотря на то, что квартира моя Мне нравится. И что сейчас я, в общем-то, Основное сделала там Отопление в своей квартире. Но я думаю, что Если сейчас цены на жилье поднялись, То и отопление эти цены, Эту стоимость, я ее, конечно же, отобью. Другое дело, что нужно все не торопясь Обдумать. Найти себе какое-то жилье. Потому что мне, вот, например, Где-то перекантовываться, Жить не получается. Мне нужно сразу параллельно И покупать, и продавать. Вот это опять проблема. Буду думать, друзья, Пока я остаюсь в своей квартире. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Пишите ваши комментарии, как обычно. Не забудьте поставить лайки. Всего вам доброго. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok